Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Пострадал соглашение. Кировские предприниматели, судя по сумме, которую регион получает из Москвы, пострадали не очень. Кировской области предоставляется только 5 миллионов. Для сравнения, Татарстан получит 67, Удмуртия – 45, Чувашия – 42, Нижегородская область – 56 миллионов рублей, Коми – 15 с половиной. Программа Экономика. Кировская область сможет не платить по бюджетному кредиту. Решение тоже приняло правительство России. Оно скорректировало для регионов график выплат на 2020 год. Они освобождены от необходимости платить полностью. В 2021 и в последующие три года нужно будет погашать по 5% задолженности. В год высвободившиеся деньги можно направить на борьбу с коронавирусом и на компенсацию снижения доходов. По оценке Кировского Минфина, в этом году область так высвободит 1,5 миллиарда рублей. Экономика. На 101 АФМ. Соцвыплаты и льготы автоматически продлили более чем 17 тысячам получателей. Это люди, которые получают выплаты на основе данных о доходах. Всем, кто на 25 марта имел право на поддержку, выплаты продлили до 30 сентября. Это бесплатный или льготный проезд, детские пособия. Ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка, срок окончания которой закончился, в связи с достижением ребенка возраста 1 года, 1,5 или 2 лет, продлится автоматически на новый период, соответственно, до 2 или 3 лет. Получателям субсидий на ЖКХ, у которых срок ее предоставления истекает в период с апреля по октябрь, выплаты продлены на 6 месяцев. В завершении о валютах. Доллар сегодня 72 рубля 73 копейки, курс евро 79.12. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа «Эхономика» на 101ФМ. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове.